Я не помню, кто мне написал, но я помню, что я обещал ответить. Вы мне сказали, что конвекс это просто, это для начинающих. То есть вот клин это сложно. Так вот, конвекс начинается с клина. Сначала вот так вот делается клин, вот так вот он делается. А потом только из этого клина уже делается конвекс. То есть сначала надо уметь клин, а потом уже надо уметь конвекс изготавливать. А так в принципе, да, ничего слышно. Всем доброго времени на обзоре новых клинков. Это клинки, я бы назвал их даже опять пробники. То есть я опять что-то выдумал, опять что-то придумал. И опять же пробую, что получится. И получилось отменно, получилось шикарно. И вашему обзору клинки из стали 9ХФ кованые с выпуклой линзой. Или как сейчас модно называть, с конвексом. Вот такие вот варианты. Получилось изумительно. Мне придраться не к чему. Единственное, что может какие-то эстеты, вон там найдут какие-то такие вот, типа точечки там на плоскости, вот-вот-вот-вот-вот. Это следы ковки. И они такие серьезные. Если их обдирать, то это будет уже какой-то обмылок, а не клинок. Шрамы украшают мужика, а следы ковки украшают клинок. Поэтому все так это и было задумано. Шлифовка отлично прошла. Просто изумительно. Ну, конечно, не без каких-то там изобретений, приспособлений. То есть долгих-долгих думок, как это сделать. Вот второй вариант. Это изулы. Ну, под намотку. Рукоятки под намотку. Вот такие вот толстые там. 5,3 наверное даже это у них осталось. После ковки толщины. Прелесть. То есть, вот если я хотел бы до чего-то докопаться, там геометрия нет, а там шлифовка какая-то такая неровненькая, нерамерная. Стриё какое-то такое острое, там что-то еще. Не могу докопаться. Нет вообще ни одного момента. Вот кроме вот этого вот эстетических, вот вы можете видеть там следы ковки, вот эти точки. Вот и кому это вот очень-очень важно, вот они, вот они, вот они, то вот это вот, конечно, не ваш вариант. Потому что это реально следы ковки. Вот здесь вообще они крепко прямо прорисованы. Вот так вот. Но, как режущий вариант, как, опять же повторюсь, по шлифовке и по... Всем вот этим геометрическим прогрессиям... Как вам тут все это показать-то бы? Это просто бомба. Это бомба. Вот такие вот варианты. Ну, я не знаю, порезать что-то? А что тут можно порезать? Давайте потом спиртишком протру. Где у нас тут? Он прекрасно бреет. Сейчас только полосею чуток. Видите, да? Чисто выбрит. Слегка пьян. Так что... Прелесть. В общем, пробники получились на ура. Вот скажу так вот. Потому что конвексы можно делать по-разному. Результат можно получить разный. Но вот... Долго думал, долго готовил. Все вот эти приспособления, станки под это все опять... Чисто под конвекс именно. Потому что на этих станках ничего больше нельзя делать, кроме конвекса. И этих станков несколько. И поэтому тут все было сложно. Но результат стоит того. Стоит. Что по твердости? По твердости сейчас я вам покажу. Я тут как раз заснял немножко. Смотрите сами. По-моему, ну просто изумительно. Раз я закаливал, в стандартном режиме для этой марки стали 9ХФ. Ф, не С. И вот это минимальные данные. 64 единицы про Квеллу. Потому что не стало что-то заморачиваться там сверх твердость, там под 70 единиц гонять. Но думаю, что это вполне очень даже. Снял половину десятой доли миллиметра. И вот это показывает среднюю твердость 65. Снял тоже одну десятую долю миллиметра. Вот так вот. 65 и... 65 и... 65 и... И 7 где-то так вот. В общем, что тут говорить да рассказывать, да? Я вам точно говорю, что результатом я доволен. Он более чем... То есть это просто то, что нужно. Вы знаете, что это за сталь. Вы знаете, что это углеродка. Хоть в ней есть немного хрома, который защищает ее от ржавчины. Да. Она не так быстро зажавеет, например, как У-10. Она подольше потерпит это все дело в момент. Но все же она к углеродствам все-таки к жавеющим относится. Но это же и плюс, да? То есть нежавейка давно уже подсядет, когда вот этот вот клинок будет еще резать, и резать, и резать, и резать. И рез будет намного агрессивнее. Намного такой шикарный, более рез будет, чем, например, у нежавеющей любой марки нежавейки. Поэтому вот углерод всегда в этом выигрывает. Но нежавейка выигрывает в том, что она нежавейка. Ну вот как бы и все. Если что-то я тут не сказал, что-то забыл, я подпишу или вы спрашиваете, я отвечу в комментариях. Ну а сейчас я, наверное, еще просто пару слов скажу. Потому что меня тут уже затыркали. Куда пропал? Что делать будешь вообще? Что да как? Где ты есть? А я, да, запропал. Я тут работаю за троих уже. Вот так вот в пахоте какой-то, постоянный, весь умотанный в хлам. Даже не заметил, как наступило лето. То есть прошел мая, наступило июнь. Я такой, о! Очухался, остановился, станки выключил. Такой июнь. Приехали. Что-то мне спрашивали еще. А, по поводу, что дальше? Что еще дальше? Вот то есть вот это вот раз. Дальше у меня заготовленные, уже вырезанные по контуру, шлифованные по плоскости клинки из алмазки. И сразу же за конвексом будет вот такая вот алмазка. Думаю сделать клин, потому что там толщина что-то, ну, небольшая, ну, где-то 2,8 в сыром состоянии. А 2,7-2,6 будут на финише где-то плюс-минус. Вот. У меня нормально так прям заготовил их. Так что тонкая алмазка, я так подумал, вот если из них сделать конвекс, то это будет, наверное, не очень здорово. Потому что конвекс, он на толстых вариантах все-таки более правильный получается, более конвексный. Поэтому там, наверное, будут клинышки. А на этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч.